В период с 3 марта по 1 апреля в Рязанской области пройдут знаковые спортивные мероприятия для детей и юношества. Это всероссийская зимняя спорта гиада для воспитания детских домов и школы-интернатов в будущее со спортом. Это всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Тарасова. И спорт гиада детей и юношества Союзного государства России и Беларусь к Олимпийским вершинам. Организаторами всех спортивных мероприятий выступают Министерство спорта Российской Федерации и Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Мероприятия проходят при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Общероссийской общественной организации Федерации хоккея России, Всероссийской общественной организации клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова. Ну и о каждом мероприятии коротко вам сейчас расскажу. Итак, Всероссийская земля спорта и киада для воспитанников детских домов и школы-интернатов в будущее со спортом. Она будет проходить с 3 по 8 марта. Целью спорта и киада является привлечение воспитанников детских домов, детских домов в школу и школы-интернатов для детей-серога, у детей, оставшихся без попечения родителей, к систематическим занятиям физической культуры и спортом, организации досуга и пропаганда здорового образа жизни, профилактика и предупреждение правонарушений, наркомания, алкоголизма среди детей-серога, детей, оставшихся без попечения родителей. В Рязанской области будет проведен третий этап спорта и киады, это финальные всероссийские соревнования. В соревнованиях примут участие победители областных, крыльевых и республиканских соревнований. Планируется участие 16 команд. Общее количество участников 250 человек. Соревнования будут проводиться по двум возрастным группам. Старшая группа – это юноши и девушки 14-15 лет и младшая группа – девушки и юноши 12-13 лет. В программу спорта и киады включены лыжные гонки, волейбол, шахматы и датс. От Рязанской области в спорта и киаде примет участие Оргеновская школа-интернат. Команды будут представлять старшую группу. Во время и место проведения мероприятий, дистанции, соревнований подробно изложены в ваших релизах. Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются кубками и дипломами Министерства спорта России. Участники команд – медалями и дипломами Министерства спорта России. Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в личных видах программы, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта России. Тренер-победитель награждается дипломами Министерства спорта России. Это что касается первого мероприятия крупного. Второе мероприятие – это всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова. Они будут проходить в Рязани с 13 по 20 марта. В Рязанской области пройдут зональные соревнования для Центрального, Южного и Северокавказского федеральных округов, в которых примут участие 16 субъектов Российской Федерации. Это юноши 12-13 лет. 14 марта состоится открытие соревнований и игр первого тура. С 15 по 18 марта пройдут 2, 3 и 4 туры. 18 марта будут стыковые игры, а 19 марта финал соревнований и награждения. Соревнования пройдут во дворце спорта «Олимпийский». От Рязанской области в этих соревнованиях будет выступать команда «Клуб 900» в городе Рязань. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами. Игроки и тренер команд победителей медалями и дипломами Министерства спорта России. Клубом «Золотая шайба» также учреждены специальные призы лучшим игрокам финальных соревнований в каждой возрастной группе. По итогам зональных состязаний будут отобраны две команды для участия во всероссийском финале, который пройдет в апреле 2013 года в Новосибирской области. Следующее крупное спортивное мероприятие – это «Спартакиады детей и юношества Союзного государства России-Беларусь к Олимпийским вершинам». Оно будет проходить с 27 марта по 1 апреля. Нужно сказать, что такое спортивное мероприятие, такого уровня проводится в нашем регионе впервые. Целями и задачами его являются создание единого информационного пространства, развитие молодежного физкультурно-спортивного движения в рамках Союзного государства, укрепление дружбы детей и молодежи России и Беларуси. В «Спартакиаде» примут участие 240 школьников, 120 человек от каждой страны. В «Спартакиаду» включены настольный теннис, плавание, уличный баскетбол и лыжные гонки. Соревнования по настольному теннису, плаванию, лыжным гонкам являются лично командными. В программу по плаванию индивидуальные виды и эстафеты, по лыжным гонкам, дистанции к классическим и свободным стилям. Состязания по уличному баскетболу проводятся раздельно среди юбши и девушек. Рязанская область будет представлена командами в лыжных гонках и в уличном баскетболе. Все победители и призеры соревнований и личных командных видов награждаются кубками и дипломами «Спартакиады». Соревнования будут проходить на базе детско-юношеской спортивной школы «Звезда в Рыбном». Также мне хотелось бы сегодня сказать о еще одном очень крупном мероприятии, которое будет проходить в нашем регионе. Это финальный первенства школьной баскетбольной лиги Центрального федерального округа КС «Баскет», который будет проходить с 17 по 22 марта. С 2009 года на территории Рязанской области ежегодно проходят региональные этапы соревнований школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». В 2013 году уже в третий раз на базе физкультурно-спортивного комплекса «Звезда» города Рыбное состоится финал первенства Центрального федерального округа. С каждым годом интерес к данному спортивному мероприятию возрастает. Если в 2009 году в области в соревнованиях участвовало 72 школьные команды, то в 2013 году количество их возросло до 127. Всего в финале этого года примут участие 12 команд девушек и 12 команд юношей. Это команды-победительницы региональных финалов и команды города Москвы. Рязанскую область будут представлять команды девушек «Квинта» школы номер 67 города Рязани и команды юношей «Феникс» школы номер 3 города Рязани. По итогам финала первенства победители и призеры будут награждены призами и дипломами Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Главный спонсор первенства закрыт акционерное общество комплексной энергетической системы, вручить пункти, медали, дипломы, мячи, а также чеки для приобретения спортивной формы командных победителей соревнований, которые понедут в апреле 2013 года на суперфинал школьной баскетбольной религи «Гэсс» и «Баскет», который будет проходить в городе Казань.